Хотя бы меньше чмокать, потому что в прошлый раз это было невозможно слушать. Ну, по крайней мере, мне на монтаже. Я пробую вот так вот отдалиться маленько, чтобы не так цокать. Чмокать. Мы уже всё так интересно обсудили, так и начинаем, и нечего обсудить. Всем доброго дня, доброго вечера, доброй ночи. С вами подкаст «Без дна». У микрофона Ира Эйвери. У нас новый гость. Гость, ты кто? Я лост. Просто лост. Да, лост у нас скромняшка, ластёнок. Он же стример, он же просто хороший человек. Здравствуй. Здравствуйте. Ну что, как ты стал стримером? Начнём, пожалуй, с этого. Вот эта вот тема прям... Все любят меня спрашивать об этом. Как я стал стримером? Это был прекрасный день, когда я смотрел, как мой товарищ, хороший знакомый, играл в Армсталкер и решил попробовать постримить. Я посмотрел его трансляцию, и мне тоже захотелось заниматься прямыми трансляциями, в принципе, да. Я с горя пополам настроил первую свою трансляцию, естественно. Да, это как-то так. Это было по игре Payday. Собственно, это было сколько? Уже три года назад, получается? Точно сейчас не скажу. Да, вроде три года назад. Примерно мы плюс-минус одинаково начали, я с небольшим запозданием, но я ещё и до тебя начинала, там, в восемнадцатом, по-моему, году. Я и большой бэкграунд был, потом я забросила, и вот после тебя снова начинала, думаю, а почему бы и нет? Ну, кстати, я думала бы, ты начал со Сталкера, но вот сейчас для меня небольшое открытие, что всё-таки это был Payday. Да, это был Payday. По-моему, я... Там 2017 у меня был год. Я могу ошибаться, я точно не помню, по-моему, 2017. Ну, не суть. Ну, вот спустя два-три года тебе ещё не надоело? Типа, получаешь от этого кайф или всё-таки у тебя как-то уже напряжёночка идёт? Ну, как бы, кайф я получаю, но напряжёночка всё равно идёт. Но напряжёнку никто не отменял. Ты, как бы, стараешься в этом плане расти, но очень, ну, можно сказать, и не получается отчасти, потому что есть свои факторы и нюансы, о которых, я думаю, коллеги и другие стримеры или, я не знаю, контент-мейкеры знают чаще всего. Которые там на дне обитают, они понимают, почему они не могут отчасти продвинуться. Ну, для тех, кто не знает, просто вкрас и там по тезисам пройдись, ну, просто чтобы люди понимали, какие терни ждут на пути стримеров. Очень тяжёлые. Я не хочу просто сейчас обсуждать более тонкие проблемы стримеров и вообще контент-мейкеров. Не, просто там, типа, аудитория, платформы, ну, типа, вот настройки. Ну, на самом деле, с какой платформы там начинать даже, стримить, да, или делать контент какой-либо, ну, вообще стримить в целом, то без разницы, на самом деле, где собирать аудиторию. Главное, чтобы у тебя была какая-то, даже не цель, а как это сказать правильно, направление, может? Какой-то интересный контент, который ты можешь принести в эту платформу. Ну, условно говоря, какое-то направление, в котором ты будешь двигаться и продвигать именно дорожку. Да, 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 именно, именно. В принципе, по платформам, насколько я знаю, у каждой есть какие-то свои минусы. У каждой платформы есть свои плюсы и недостатки. Это, естественно, решать уже вам, где вам приятнее, удобнее, всегда читайте правила платформы. Да, пользовательские соглашения, это святое. Это обязательно, потому что, если вы вдруг наберёте популярность, какое может случиться, то по правилам к вам будут очень сильно докапываться, прям основательно. К каждым словам будут докапываться. То есть, надо будет себя регулировать. Даже на начальном этапе, если ты собираешься стримить, желательно уже себя контролировать в этом плане, чтобы в дальнейшем тебе было проще. Ну, это чтобы, да, не вошла в привычка. Ну, я думаю, все знают про твич с его неграми, пидорами и всем прочим. У нас там можно такая же проблема есть, поэтому лучше такие слова даже на ютубе не говорить. Это тоже цензура. На ютубе у меня, в принципе, метка 18+, не для детей, так что... Ну, это не значит, что можно такие слова говорить. Это считается оскорблением. То есть, эти слова считаются оскорблением. Понимаешь, вот в чём? Ну, в данном конкретном примере мы, например, никому конкретному не обращались, так что это не считается. Ну, да, да, естественно. Но если ты будешь так говорить на твиче, даже без какого-либо направления, это всё равно будет считаться оскорблением какой-то гендерной принадлежности, понимаешь? Да, это понятно. Даже если это будет камень, который тебя убил, если ты назовёшь камень пидором, это всё. Если на тебя пожаловаться, это бан. Да, само собой разумеющееся. Кстати, типа, насчёт твича, я что-то не только тебя спрашиваю, я же своим делюсь. Я как только получила компаньонку на твиче, это для тех, кто не знает, это возможность делать себя платным подписчиков, ну, типа, платным подписываться людям на твой контент, ну, и смайлики там, по-моему, это всё, все привилегии. Как только я получила компаньонку, я нахер забила на стримы. Вот всё. Типа, мне стало неинтересно. Точнее, я, наверное, и устала, и как-то интерес пропал у меня от стриминга. Перегорело, наверное, к этому просто. Бывает такое. Я на самом деле... Ну, ты хотя бы попробовала. Ну, я не только попробовала, я какое-то время прям удовольствие получала от этого, и я рада, что я познакомилась с многими офигенными людьми, с которыми до сих пор общаюсь, и мы играем, сидим. Просто потому, что вот они зашли на одну из трансляций, и такое, дай мне привет, Mass Effect, наше всё. Дай мне привет. Да, дай мне привет. Дэми, скорее всего, не послушает наш подкаст, и слава богу. Ай. Ну как? Ну вот эти вот... Куда слова-то на ветер ушли? Просто обидно. Эх. Ну, мы ментально послали ему лучи добра. На самом деле, на Тече я также познакомилась с художницей, и... Ну, благо, что она не ко мне приходила, а я к ней пришла. Но это уже как зрительское. Самое забавное, я не смотрю трансляции. Типа, я стример, но смотреть стримы мне как-то вообще не улыбается. Извини, извини, Саня, типа... Ну... Да, ладно. Не, есть какая-то игрушка, есть. Я, по-моему, Олю у тебя последняя смотрела. Это было забавно. У тебя просто, наверное, слишком много женской и девчачьей аудитории. Женской-девчачьей. Это разве мешает? Лол. Ты просто сидишь и смотришь. Ну, в целом, да. Ну, я не знаю, мне как-то не улыбается. Я, наверное, после себя, у меня же, как правило, только мужская аудитория приходит. Потому что... Ой, ну, голосок, ну, девочки стримят, тыры-пыры. Это, естественно. Да. Всегда в трансляциях чаще всего у парней девчонки сидят, а у девчонок парни. Да, это нормально. Ну, я просто говорю, почему я у тебя не сиду. Я не говорю, что всегда так. Я говорю, что чаще всего так бывает. Да, это... Особенно если есть вебка, это прям сразу аудитория так напополам делится. Да, да. Ну, это, кстати, очень хорошо, когда есть вебка. То есть, это приток аудитории. Ну, на заметочку людям, которые собираются стримить. Ребят, вебка дает аудиторию. Да, вебка дает аудиторию, да. Другой вопрос. Готовы ли вы морально светить хлебалом и продавать хлебало? Потому что, ну, как бы это ни звучало, отвратительно и немножко даже пошло, наверное, но стример торгует лицом. А, если это вебка. Ну, то есть, донат приходит иногда... Ну, окей, к парням это меньше привязывается, как правило, это вот сисечные стримерши, которые весь контент строят именно на этом. Типа, немножечко декольте, типа, глазками стрельнуть, называется, продала рожу. Ну, это такие, знаешь, а-ля вебкамщицы, такие атипичные. Ну, и в расчет лучше не брать, это вообще не стримеры, как... Ну, в целом их стримерами не назвать. Да, они зарабатывают, конечно, с этого на обычных стримах, но и... Они таким макаром могли просто на вебкам идти и все. Плюс там, ну, может, какую-нибудь легенькую, попсовенькую игрушку поиграл и окей, как бы. В этом плане мне нравится... Канал на ютюбе GameJuice есть, там, Вика Картер. Она такая довольно пухленькая. Так она стримит. Да, она стримит. Она достаточно не так... Ой, ну... Достаточно часто стримит. Да, она стримит с Твича. И вот в этом она мне, в принципе, импонирует, потому что она такая... На похере, в основном. Да, она привлекает внимание, типа, цветастостью и... Какой-то такой... Такой похеричной... Улыбчивостью, я бы сказала. Но при этом... Спасибо, что не сиськи. Честное слово. Потому что, ну... Устаешь от этого, когда у тебя из канала в канал... Они одинаковые! Типа, ладно, хер с ними, сиськами, типа. Они же одинаковые, просто. Не находила этого? Типа... Ты зайдешь на один канал, только фон меняется. И то от фона, там, только... RGB-подсветка есть, нет, там... RGB меняется просто на гирлянду какую-нибудь. Вот это всё. Да, да, ну, типа, задний фон оформить, это... У каждого по-своему, естественно. Тут зависит от того, как... У меня есть знакомый, да. Сам человек ведёт себя на камере. У меня есть знакомый, который стримит на фоне кровати. Типа, застеленный. Всё. И это, в принципе, не мешает, потому что... Ну, она, типа, нормально оформлена и, в принципе, не выбиваются. Ну, типа, как у меня. У тебя... У меня нормально. У тебя стенка, камон. Типа, кого ты обманываешь? В смысле? У тебя же стенка за... Ты, видимо, давненько ко мне не заходила. Ясно, понятно. Да, но последний раз у тебя была просто серая стена. Да, была. Давно это было уже. А, ну и, видимо... Это уже, наверное, месяц... Полгода, наверное, уже. Можно сказать. Полгода нет, потому что я, по-моему, под Новый год что-то смотрела. Ну, вот я с Нового года не стримлю, я на Твич не захожу. Я один раз провела стрим просто потому, что меня уговорила ёж. Типа, ну чё, давай постримим. Типа, я хочу, чтобы, типа, с нами поболтали, чтобы, там, на нас обратили внимание. Ну, да, ну да. Такой, мне не проблема, я запущу, типа. Но к нам всё равно никто не придёт. Такой, не обольщайся. Кто знает, а вдруг кому-нибудь взбредёт в голову зарейдить большим количеством, кто-то и останется. Всякое бывает. В принципе, всегда надеешься вот на вот это, а вдруг. Ну как, а... А вось. Да. В целом-то, своей аудитории доволен или всё-таки есть странные личности? Без уточнений, разумеется, потому что... Ну, мне кажется, у каждого есть свои странные личности, которые приходят и выдают какую-нибудь дичь. Такой. Ну, или они быстро сливаются, ну, типа, сами, или их блокируют, или я блокирую. А сами зрители у тебя не успокаивают таких личностей? Ну, почему? Есть те, кто успокаивает. Для начала дают шанс как бы исправиться. Кто-то исправляется. Ну, типа, воу-воу. Большая часть, кстати, может исправиться. То есть, они реально залетают на похере, типа, знаешь, порофлить. А потом они, типа, нормально. Ну, то есть, им объясняют. И они такие, окей, окей, всё, окей. Понял. Потому что не все люди, как бы, они придут, например, с какого-нибудь другого стримера, у которых там отбита аудитория. Есть такие, их немало. И приходят с таким же настроем и начинают у тебя так же общаться. А так как у тебя и правила другие, и люди совершенно по-другому общаются у них. Ну, всё по-другому. Ну, да, может привлечь внимание. У нас в целом по-другому атмосфера устроена. Вот. Он как бы выделяется на этом фоне. Ему объясняют, что тут так как бы не делается, собственно. И пытается уже подстроиться под вот эту атмосферу, если его, ну, типа, устраивает на стриме, конечно, сидеть. Если его не устраивает, он уйдёт сразу. А если устраивает, он будет сидеть. То есть, он извинится, там, типа, пообщается. Нормально. Бывают такие. Это очень приятно. У тебя сейчас сколько аудитории насчитывает только Twitch? Я знала, у тебя ещё и ютубовская есть. Она частично... В онлайне ты имеешь в виду или в целом подписчиков сейчас? И то, и другое. И поскольку у тебя в среднем онлайн. В среднем онлайн у меня... Сейчас я даже не знаю, сколько. Честно, я не слежу за средним онлайном уже месяц. Потому что я забил на это дело. Я только расстраиваюсь в основном. Потому что, когда я смотрю на статистику, у меня всё время вводят в депрессию. А если вводят в депрессию, это... Минус стримы. А люди такие, а где стримы? Я такой, ну вот, как бы, у меня дела. И надо вот это вот и то ещё делать. И у меня настроения нет. От этого есть ощущение, что ты просто тратишь время в никуда. И вообще в пустую. Да, да. Вот, кстати, а ещё заметка тем, кто собирается стримить. Ребята, не смотрите статистику. Вот я вам реально говорю. И не смотрите средний онлайн. И вообще, во время стрима не смотрите онлайн. Люди будут приходить, будут здороваться. И вы сами даже не заметите, как онлайн будет сам по себе набираться. То есть, это естественно. Вы так себе хотя бы настроение не будете портить. И вы будете всегда в своём настрое. То есть, вы там собираетесь во что-то там, я не знаю, элементарно поиграть. Вы будете настроены поиграть, весело провести время. Или аудитория, к которой вы будете приходить, она будет видеть это. Она будет чувствовать. Ну да, что ты увлечён игрой, что ты озорной и веселой. Но это не значит, что можно забывать о чатике. Нужно чекать. Даже если он у тебя час молчит, и вдруг кто-то написал. Ты всё равно должен следить за этим. Ты должен поздороваться. А тот человек поздоровается и может, ну типа... Да, ты игноришь, типа, ну и пошёл ты нахер. Типа, через свой, через свой гандон. Типа, извините. Ну, в принципе, я помню, что я примерно так и думала о людях. Типа, я с тобой поздоровалась вообще-то. Прям отвлекись на секундочку. Я, конечно, понимаю, ты вот дико увлечён игрой, но сказать просто «а, привет» не займёт много времени. У меня вот бывает такое, что вроде в чатике иногда замолкают все, да, иногда общаются активно. А у меня движ происходит. Ну, прям вообще дикий экшон. Ну, часто я вот в шутеры играю, например. Ну, в шутеры, да, тяжело. Некогда посмотреть. Вот некогда просто посмотреть. Например, Doom недавно играл. Секунды даже посмотреть. Я просто отвлекаюсь на доли секунд. То есть я успеваю два слова прочитать и дальше, ну, типа, лечу... И у тебя надпись «ЕД». Да-да-да-да-да. Вот только-только на доли секунд отворачиваешься и ты такой... Всё, умер. И такой, блин, посмотрел чатик. Но вот во время таких промежутков, когда у тебя загрузка идёт, да, там... Ну, какая-то более спокойная сцена, ты можешь чатик посмотреть. Да, он бывает иногда улетает, и ты, может, пропустишь. Кто-то там пришёл, кто-то сказал «Привет», ты пропускаешь. Но ты можешь, как бы, чтобы, если вдруг такое случилось, не сворачивать, да, там, игру, не листать чат, да, потому что он так или иначе уже пролистался у тебя. Ты просто говоришь там, типа, если, ну, там, кто-то пришёл, да, приветствую тебя. Да, привет, если кто-то пришёл. Да-да-да, новеньким привет и всё такое прочее. Ну, сами там, симпровизируйте, естественно. Главное, не забывать о людях, которые, возможно, могли прийти, даже не поздоровавшись, но они всё равно могут быть на твоём стриме. То есть они могут смотреть, но ты так поздороваешься, им будет приятно. Вот поверьте мне, это психологически будет приятно. Потому что даже я как-то заходил просто к другим стримерам, у них тоже чатик бегал-бегал, и я замечал, что стримеры, даже если не успевают с кем-то вот отдельно поздороваться, да, если они не увидели его в чате, они здороваются со всеми. То есть если вот тем, кто пришёл, привет, ребята, там, располагайтесь поудобнее, всё, ну, там, приятного вам просмотра, да, элементарно. Это уже будет приятно даже те, кто не поздоровался элементарно, просто сидит, смотрит. То есть стример поздоровался со всем чатом, даже с тобой. Да, просто со своей аудиторией, это, да. Сразу видно, стример вежлив сам по себе и адекватен в этом плане. Ну, типа видно, что ему не похер просто, что он не просто сюда поиграть пришёл, а как бы для людей всё, для людей. Ну, естественно. Вот. Если вы стримить начинаете чисто для того, чтобы, я не знаю, денег заработать, оно так не будет работать, ребят. Вам нужно... Да, это вам, скорее всего, в аудиторию сисечных стримерш, если вам нужно деньги. Даже если вы парень, типа, отрастите, там таких любят. Двадцатый. Все вот эти ковидные ограничения, все начали стримить, все открыли для себя и зумы, типа и дискорды, и тыры-пыры. Как на тебе это сказалось или нет? Я потому что на себе помню, что у меня прямо онлайн дико упала вот с пандемией со всей. Я, в принципе, поэтому двадцатый как-то простримила и на начало двадцать первого просто послала всё нахер. Ну, смотри, когда вот эта вся началась дичь, я ещё работал на тот момент, я комбинировал, то есть стримы и работу. У меня, как бы, аудитория всё равно была, так и в целом осталась, даже сейчас. То есть плюс-минус. А, ну у тебя верные, типа, прям хорошие. Вот. Но я прочувствовал это, то есть то, что отток аудитории. Не то, что даже у меня, да, там у меня тоже бывает. Общие. Ребята уходят к другим стримерам, но это я в курсе насчёт них. Вот. И тем более они к моим знакомым уходят, и как бы я-то не против. Пусть наслаждаются на эту свою, как говорится, эту... Ну, типа, веб-коалиции, и плюс-минус не жалко. Но я чекал других стримеров, и у них тоже был отток. Я так понял, даже это очевидно было, что во время пандемии, когда вот многие засели дома, начали стримить. Они сами, да, они, типа, посмотрели на тебя, например, условно, и такие... Я же тоже так же могу, типа... Да, да, и сейчас стримеров гораздо больше стало, мне кажется, очень их много стало. И выбрать какого-то определённого стримера, ну, сложно. Даже если те, кто... стримеры, которые сейчас на дне, они имеют, ну, примерно могут такую же аудиторию иметь, как у тебя. Хотя раньше они вот, ну, типа, даже не стримили или стримили, но у них вообще практически никого не было. Мне кажется, вся вот эта шумиха и весь этот кипиш со стримингом, он или убьёт в целом, как летсплей, такую нишу, как стримы, или... или убьёт, потому что я вот сейчас подумала, что развить это вряд ли. Потому что, ну, с теми же самими летсплеями сначала, типа, все снимали-снимали, а потом, хопа, нашлось что-то ещё. Типа, что-то круче, чем просто записывать прохождение, там, с комментариями своими. Добавил сообщение. Мне почему-то кажется, что сейчас всё обратно уйдёт в летсплеи. Ну, на самом деле, я смотрел летсплеи, до сих пор интересно. Только не у всех, конечно, но у определённых людей, у которых есть какая-то дикция, как-то преподносят они красиво, да, там приятно. Вот, у них, да. Ну, или закоренелые эти летсплейщики, например, Купленова, да, вот, у них, да, у них будет. То есть, а если ты как-то сам собираешься делать летсплей, то это, ну, это нужно, или я не знаю, что нужно иметь, чтобы тебя смотрели. Как-то подходить к этому особо надо. А насчёт стримов, я не... Ну, как бы, знаешь, это такое, стримы тоже будут актуальны, потому что людям нравится общаться именно вживую. Ну, то есть, на прямой трансляции с стримером самим. Ну, наверное, да. И это отчасти даже проще, чем делать летсплеи. Ты и, как бы, для людей стримишь, да, но при этом, типа, ты от стрима спокойно, да, там, собрался с кем-то ещё в КОПе. В принципе, да, это лишает тебя, там, монтажа какого-то. Ты можешь просто набить время игровое просто болтовнёй с чатиком. Там, если ты какой-то большой стример, то есть, если в прохождении тебе надо говорить сам с собой, тире с игрой, комментировать действия просто в сухую, то, получается, на стримах ты как будто объясняешь кому-то, что происходит там для особо дарёнок. Да, я заметил ещё то, что большие... Ну, ютуберы с большим количеством тысяч подписчиков, они сейчас больше стримят. Ну, уходят, да, в онлайн. И нравится стримить. И они уже даже не хотят сами выкладывать что-то на ютуб, так как у них собралась аудитория достаточно такая большая, прилично. И они, как бы, стримят. И с этого они там очень неплохие деньги тоже зарабатывают. Это да. Если они, например, видео там монетизировали, ну, на монетизации, на самом деле, там вообще копейки лютые, то они в основном там типа на рекламе, ну, типа такая реклама, да, а на Твиче удобнее, там не только рекламу ты баннером делаешь, тебе ещё и донатят. Да. А когда аудитория большая, там большие, очень большие деньги. То есть там реально. Ты за один стрим, там, если у тебя большая аудитория, можешь десяток тысяч поднимать точно. Прикинь, за один стрим просто. Люди просто по копейке кидают, но так как их много, да, там, под 100 рублей, под 200 рублей, за один стрим может там 5к, 10к, ну, залететь. А кто-то большой крупный, этот, донатки нет. Но это от случая, ребята. Ну, да, у больших это даже не от случая, это уже такая недостабильность, можно сказать, уже есть. С другой стороны, они тратят эти деньги, соответственно. То есть для этого нужен хороший ПК, то есть ты уже не откупишься дешёвой картинкой, у тебя должна быть хорошая камера, хорошее освещение и... Это само собой. Ну, не у всех, конечно, это. Ну, да, вот, если ютубер какой-то популярный уже имеет аудиторию, как бы у него там... Он уже от этого независим. То есть там какой-то там картинки сочные и так далее, да, у него всё равно аудитория большая, его всё равно будут смотреть. Ну, в частности, он будет, конечно, тратить на апгрейд своего оборудования, скорее всего. Ну, то есть там железо-то всё равно надо обновлять, так как новые игры выходят, и всё больше и больше ресурсов тратится на это. Это само собой разумеющееся. Странный майнинг. Там звуковое оборудование, да, звуковое оборудование и так далее. Игры покупать, например, да, там, ну, людям надо. И покушать надо, на самом деле. Они за счёт, получается, уже даже стримов, они живут. То есть они за хату платят, они кушают, они одеваются, они там, я не знаю, у кого-то дети уже есть даже, там, Да, стриминг становится просто работой. Это просто работой становится, да. То есть с их же донатов, с их же... Ну, с какой-то рекламы даже, там, например, если кто-то рекламирует что-то. В ЛГ же знаешь, типа, Will of Games? Да, да, я знаю. Типа, все знают. Ну, он же начинал воспитать, по-моему, в детском саду, потом забросил работу, сейчас тупо стример. Да, многие. Да, у него потенциал голос. Типа. Ну, да, у него очень хороший, он развил себе хороший тембр голоса. Ну, на самом деле, даже, можно сказать, не развил, у него изначально был очень даже неплохой, да, вот такой. Но он его немножечко прокачал, это, естественно. На самом деле, ребята, каждый может прокачать свой голос, если очень постарается. Да, Саня еще занимается озвучкой он и мы, насколько я помню. Ну, я не только аниме же озвучиваю. Ну, вообще, озвучкой плюс-минус, и это, по-моему, очень круто. Я чуть-чуть младше быв, говорила нормально, у меня не было проблем. НИС, Р, НИС, ШС, сейчас у меня прям, по-моему, весь набор. Благо, что я все-таки немножко пытаюсь как-то не деградировать окончательно, и пытаюсь исправлять это. Но, тем не менее, каша во рту все равно случается, я думаю. Вы сами это слышите периодически. Ну, на самом деле, каша во рту у многих случается. Даже у профессиональных дикторов это нормально. Так как они бывают просто... Когда они записывают что-то, да, ну, или когда там какое-нибудь мероприятие проходит, там, прямая трансляция и так далее, без разницы, да, они начинают контролировать максимально свою речь. Они слушают себя. И они слышат. И знают, что они говорят, чтобы не ошибиться, и максимально точно выдать информацию, которую они говорят. А когда ты общаешься просто, то ты, у тебя заплиток язык, там, каша, катаваси и так далее. Это само собой разумеется, потому что... Вот у меня язык заплитается. Потому что это сложно контролировать. И вот в простом общении ты уже начинаешь... Просто не контролируешь. Да ты просто по кайфу общаешься. Да, 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 да. Не в копилку, там, не вклад во что-то, а ты просто по кайфу. Просто мозг у тебя обрабатывает быстрее информацию, чем ты ее говоришь. И у тебя поэтому начинается катаваси во рту вот эта вот каша такая своеобразная. Ну, да, при озвучке у тебя 100% Джарвиса просто уходит в речевой модуль. Да. Ну, во время озвучки ты текст читаешь. То есть ты вникаешь в текст, вникаешь в персонажа, да? Ты больше контролируешь. Да, да, ты сконцентрирован на этом. Ты в него полностью уходишь. А когда ты просто общаешься, ты пытаешься из своих мыслей... Ты эмоции, эмоции типа. Да, донести человеку максимально внятно, что ты хочешь ему сказать. И вот у меня это бывает очень часто проблематично. Если я озвучиваю что-то, я максимально выкладываюсь, стараюсь, да, чтобы приятно было слушать, ну, там, чтобы все идеально было. А когда я начинаю с кем-то общаться на какие-то темы, да, все, у меня начинается катавасия. Я могу заикаться, запинаться, там, э, б, ме. Ну, как бы это... Да, это неправильно, но у меня по-другому не выходит. Я максимально стараюсь тоже внятно говорить, чтобы донести до собеседника информацию понятную. Ну, внятно, внятно. Ну, это бывает не всегда хорошо. Выправка стримера, на самом деле, потому что, ну, сейчас прям у тебя вроде хорошо все идет. Потому что я знаю, что ты записываешь. А, да, такое... Да вроде об этом стараешься не думать, но он, типа, на краешке сознания, типа, держишь это. Да, понимаю. У меня на стриме бывает после двух-трех часов стрима, там уже четыре, пять, шесть, семь. Запритык язык я вообще не соображаю. Если я играю во что-то, я сконцентрирован в игре, да? Голова уже начинает просто... Да, понимаю. Сколько максимум часов ты стримил? Типа, за один трех часов? А, четырнадцать с копейками, по-моему. Или ровно четырнадцать. Я тебя уделала. У меня пятнашка. Ну, выпендриваться будешь, что ли? Ну, ладно, надо отдать должное. Ты, скорее всего, общался с аудиторией. И ты играл в это время. Хочешь прикол, я тебе скажу? Вот ты делала перерывы за эти пятнадцать часов? Нет, по-моему. Отходила попить, там, в туалет? Нет, по-моему, нет. Покушать? Ну, один раз, скорее всего, под утро. Потому что, смотри, прикол в том, что я в это время сидела, рисовала, и у меня было, по-моему, там, зрителя пять. Плюс-минус стабильно. Три сидела, ну, вот, в некоторых районах пять. Я ставила сериальчик в уголке и при этом рисовала еще. То есть, мне развлекать не надо было. То есть, на этом я выезжала. Ну, просто как рекорд-то забавно, и мне есть похвастаться, что у меня пятнашка. Ну, то есть, ты вообще перерыва не делала, да? Ну, для себя. Один перерыв, по-моему, все-таки надо было сделать, но уже прям под конец три момента. Часов семь я, наверное, все-таки сделала перерыв, потому что уже было голодно. Ну, буквально, там, бутербродик сделала себе с кофе, и погнала дальше рисовать. На тот момент мы смотрели сериал Brooklyn 911, насколько я помню, он так называется, или 99. Я не смотрю. Он офигенный. Вот его я советую. Он очень веселый, он очень легкий, и там, типа, полицейские, но они такие отбитые. Че, по сериалам что-нибудь смотришь сейчас еще? Последнее, по-моему, я знаю, что ты Dark смотрел, Тьма. Да, по сериалам начал... Сериалы. Сериалы, да. Сериалы. Ох, и что эти сериалы. Я начал Амнезию смотреть. Ну, мы начали Амнезию смотреть. А до этого мы смотрели... Почему женщины убивают сериал. А, ты с аудиторией, да, смотрел? Ну, да, мы в Дискорде собираемся, фильмы разные смотрим, сериалы. Ну, сериалы я в основном с... Малой аудитории смотрю, а с фильмами мы собираемся побольше, естественно. Ну, это прикольно, что... Вот. Типа посидеть и пообсуждать, если что. Ну, да, интересно узнать мнение друг друга. Да, я тут открыла для себя сериал Отечественный. Отечественный. Вот, как косноязычу меня. Это какой-то. Вампир из средней полосы. Ну, кстати... Ох, а это точно Отечественный? Да, 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 да. Типа, он достаточно забавный. Там Стоянов играет из таких известных. И Чемотарёв, который в моей реграмме сейчас снялся. И слушай, это прям неплохое. Я посмотрела пока что только одну серию, и коротенькие обзорчики смотрела там по другим сериям. Но в целом первая серия вызывает очень приятное впечатление. И вот общий концепт, что у тебя вампиры просто там в каком-то местном городке. Ну, типа, типичном, уже посрански. Такой. Один работает там врачом, кровь тырит из больницы. Ну, не тырит, но получая там одна копша. Там дедок-вампир такой. И мелкий трыньюк, который на YouTube запиливает. Типа, ну вот, типа, вампиры такие, сякие. И там дед приходит и такой, ты чё, говнюк, делаешь? Вот на таком вот трофле. То есть, нет кринжовости, вот, типичной. Нет жопопердельных шуток. Они есть, но они в тему. Типа, это... То есть, это часть шутки, а не просто, типа, а, говно! И, типа, ну, вот, как... Как вы это любите? Да, я понял. Чё ещё? По фильмам что-нибудь интересное, может, подскажешь? О, у нас тут огромнейший список, на самом деле. Ну, давай, топ-5 фильмов, которые ты, как стример, или ты, как человек, я не знаю, выбирай сам, порекомендовал бы. Вот смотри. Мы недавно смотрели «Зелёная книга». Хороший фильм, очень понравился. Это, если что... По-моему, биография, я могу ошибаться. Ну, что-то там связано такое. Ну, просто загуглите, посмотрите. Да, все ссылки я предоставлю на фильмы, разумеется. И на тебя тоже, в том числе. Джек Ричард. Первая часть мне больше понравилась, вторая там, не знаю, среднячок. Как по мне, ну, чуть больше среднячка, ладно. Первая часть гораздо лучше, Джек Ричард. Это, если что, боевик с Томом Крузом. Там кукурузка. Мы, в основном, сейчас хоррор смотрели. Мне зашёл хоррор, мы смотрели, как он назывался сейчас, «Райское озеро». Но, если что, это не совсем топ, но из хороших фильмов, которые мы посмотрели, действительно держали в напряжении, и ощущения были приятные после него. Вот «Райское озеро», ну, это не совсем хоррор даже. Это такой... Триллер, наверное. Отчасти социальный триллер. Ну, да, вот, можно сказать так, да. Социальный триллер, можно сказать. Вот. Там, конечно, отчасти может быть что-то утрировано, но тоже интересно. Держив в напряжении, это самое главное. Вот. Оно держит в напряжении. Хотя, поначалу может показаться, что не так, да, там, какое-то время. Если досмотреть до конца, то, я думаю, очень приятные ощущения останутся. А может и неприятные, не знаю. Как бы такое. Кому что. Так, что ещё по фильмам? Даже не знаю. Сейчас я просто, наверное, не вспомню. Ну, пока вспоминаешь, я... Меня никто об этом не спрашивает, но, мало ли, может быть, кому-то интересно. Я, наверное, порекомендую, пока ты вспоминаешь, фильмы «Форма воды» Гильермо Дель Торо. Смотрел. Да, оскаровский фильм. Как мне, прям офигительный. Также от Гильермо Дель Торо «Лабиринт фавны». Я просто люблю вот такие мрачные сказки, поэтому я, скорее, больше по ним. А «Свиньи Тодда» Бёртоновского, тоже офигительный фильм. Блин. Я вот так вот сейчас тоже пытаюсь вспомнить что-то. И вот буквально недавно у себя страницу... Вот вчера почистила страницу отличной информации и забыла всё вовсе на свете. Понимаю, понимаю. Мы тоже очень много фильмов смотрели, но про многие просто ты забываешь всё. Да, я пытаюсь себе их куда-нибудь выписывать, но при этом всё равно, пока ты найдёшь, куда ты это записал, у тебя столько времени пройдёт, что... А, не да. Ты же знаешь Silent Hill, да, фильм? А, да. Который фильм. Да, вторую часть не смотрела, первую знаю. Ну, просто ты знаешь про фильм, да? Я своих спрашивал... Сидели человек восемь, наверное. А я спрашиваю, ребята, а чё этот... Silent Hill, что ли, никто типа не смотрел из вас? И никто не смотрел. Да ладно? Я так удивился, я так крайне удивился, я говорю, как это вы не смотрели, если это можно считать почти что классикой жанра хоррора. Ну, слушай, мы, наверное, уже староваты просто. Это как-то странно подозрительно. Ну, ладно, ребята, если кто-то из вас не смотрел Silent Hill, то советую. Это очень хороший хоррор фильм. Ну, с классикой, да. Сделанный по игре Silent Hill из первых трёх частей, так можно сказать даже. Ну, там дальше больше атмосфера первой части игровой Silent Hill очень хорошо передаётся, и атмосферка там что надо. Да, в принципе, вот это фильм про атмосферу, такую гнетущую и непонятную. Да, там и эмбиент красивый, и напряжение есть. То есть, если кому-то интересно, Silent Hill обязательно посмотрите. Ну, вот именно первый держит напряжение. Вот первый самый, по-моему, хорошо передающий. Остальные части, ну, это вот, если будете смотреть, это как вам уже зайдёт? Ну, в любом случае, если есть время, учитывая, что сейчас каникулы, по-моему, в 10 дней идут, у вас будет время пересмотреть кучу фильмов, вот, рекомендую, скажем так. Я сейчас немножко пощёлкаю мышкой, просто для того, чтобы, может, что-то ещё найду интересное. Давай, поскольку ты у нас аниме-дайбер, просто дайбер. Нет, аниме, я не скажу, я не смотрю аниме в последнее время, так что я ничего не смогу сказать. Те, из которых ты смотрел, просто такую тоже небольшую выжимку. Это ещё сложнее вопрос. Ну, я думаю, такие вещи, как Сталин Алхимик, Тетрадь Смерти, это само собой, это все всегда рекомендуют. Да, там, типа, Токийского Гули там тоже рекомендуют. Чё там ещё? Боже, я забыл. Ну, в общем, очень много аниме, насчёт аниме я ничего не буду рекомендовать, потому что его просто... До хренища, да. Да. Я вот сейчас смотрю у себя список фильмов и могу выделить ещё Святые из Бундока. Если вам нравится Ирландский дух, это тупой бабичок. Он родом из... сейчас скажу, какого года... нет, не скажу, потому что я дурак. Ну, короче, около 90-х, там 96-97 год. Ну, блин, там играет Норман Ридос, и это офигительный фильм, он просто очень приятный. Я смотрела его в переводе Гоблина. На дух не переношу Гоблина, но вот здесь он прям очень в тему, там, потому что есть сам фильм по себе, вот, вот. Как озвучка Гоблина, условно. А недавно вот как раз фильм смотрели, я забыл название, но там тоже Норман Ридос был, я такой, опа, ничего себе. Я посмотрю. Но его там... Это новый? Убили в начале... ну, как, не в начале, там, почти к середине фильма его убили. Я забыл, как фильм называется. Не 9? Там что-то с 9 связано. Нет, надеюсь, я не помню числа. Это 3 шестёрки, что-то... Я, короче, сейчас я попытаюсь, может, найти. Но мои вкусы весьма специфичные, вам не понять. А, вот ещё Чёрный Лебедь, пожалуй, тоже хороший фильм. Любопытный. Он не то, что даже, типа, прям, интересный, интригующий, но он в концептуальном плане и визуальном прям очень вкусный. Воровка книг. Сделан по книге. Книжный вор, если не ошибаюсь, книжка называется. Про то, как немецкая семья приютила еврейчика. Прям очень сильный фильм. Вот его прям рекомендую всем, пожалуй. Мы сейчас просто углубимся в фильмы, мне кажется, поэтому надо подвязывать. Сейчас я вот буквально найду какой-нибудь фильм, вот этот с Ридусом, и мы, пожалуй, на этой теме и закончим. Пока я ищу, что думаешь про Village? Resident Evil Village. Ты хотел высказаться? У тебя есть что сказать об этом? А, да-да-да. Мы переходим опять в игры. Я смотрел трейлеры и отрывки геймплея, так скажем. Ну и отчасти то, что скидывали сами разработчики, там, в виде разных ютуберов. Вот, и как бы у меня есть сомнения, что это не совсем тот Resident Evil, который... Мы все знаем, так сказать. Если кто-то знаком с серией Resident Evil, тот понимает меня. И даже не совсем схож с Resident Evil 7. Я не играл в демо, но то, что показывали, у меня возникает сомнением. Говорят, что он похож на четвертую часть. Чем-то, да, там схожесть есть у него по механике чего-то. Там, типа, там будет этот же мужик, который продает с плащом, вот. Более, это... А, это оборотень, который вроде? Нет, там был мужичок, который, типа, продавал товар. Я просто сейчас видела буквально перед записью, посмотрела геймплейный ролик, и там такой огромный чувак сидит. Ну, он прям жирненький такой. Не-не-не-не, обыкновенный там, типа, я не знаю, короче, я не видел. Он жирненький, он сидел прямо вот в этом дворце-вилледже. Там, там, я в курсе, что там четыре босса, типа, и то, что у каждого босса есть своя уникальность и своя, как это, свой дом, можно сказать, и вокруг этого дома своя атмосфера, короче. И разные монстры, я так понял. Ну, вот это и любопытно, на самом деле. Да, это любопытно, но... Я не знаю, я буду... Ну, да, вот мне ощущается, вот, по всем этим футажам, которые там, ну, по всей той, как это сказать правильно-то, всю ту информацию, которую дают разработчики, да, вот, которую показывают, у меня ощущение, они складываются, что это Resident Evil. Может быть, там и будет эта атмосфера нагнетающая, но пока что там видно только... Ну, я не знаю, по ощущениям, что это совсем другое, да, это совсем другая игра другого жанра, как по мне. По ощущениям, они просто сделали или другую игру, или сплен-офф прям отдалённые. Меня, на самом деле, не особо интересовала эта часть, я больше жду ремейка четвёртой, потому что я начинала в четвёрку играть, буквально там минут 15 помродила и выключила. Моё знакомство прошло с пятой, вместе с тобой, на самом деле, шестой и седьмой части, и потом я уже видела ремейки, там, второй, и всё, дальше я не стала заглядывать. Ну, то есть я плюс-минус всё-таки понимаю, что такое Resident Evil, и... Простите, а где зомби? Ну, да-да-да, у всех ассоциируется с зомби. С зомби, да, уже заплуток язык. Ну, а в Resident Evil 7 не было зомби. Но там были интересные вот эти вот чёрные, как их... Я не помню, как их называют, вот эти жижи чёрные, короче, ходили за место зомбарей. Ну, это хотя бы минимум какие-то Лос-Плагасы, я не знаю, как вот это вот херотение называется. Ну, да-да-да-да-да. Это можно приписать. Но вампиры, простите, чего? Да-да, вот я тоже типа, что, простите, вампиры? Оборотень, прости, а вы не из вампирной маскарейцы бежали случайно, не? Я не понимаю, что там происходит. Мне уже даже любопытно стало, что там действительно... Как они это будут объяснять? Мне больше интересно. Мне кажется, они забьют, типа, нате, сжирите, чё дают, типа... Это каким вирусом они там обкололи, что у них появились вампиры, оборотни и прочая дичь сатанинская? Что, простите? Сейчас будет это плохая шутка. Спутник 5. Да, остальные, как бы, версии переваливались. 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 Господи. Переваривались, да. А, я думала, ты скажешь, переваривались. Нормально. А эта часть как-то странно. Не знаю. Посмотрим. Ну, да. Ну, по крайней мере, вот коттедж этот выглядит офигенно. Все вот эти вот рельефы, все картины, прям визуально она мякоткая. Придраться практически не к чему. Единственное, вот эти вот типичные подвалы... Ну, ладно, я могу списать на то, что это всё-таки там хоррор какой-то, и тебе надо прыгать темнотой и говнины. Надо учитывать, да, то, что они стараются ту же атмосферу, как и в седьмой части, передать. От первого лица всё тоже. Это прям очень видно. Самая механика, кстати, как такая же будет. То есть там только свои особенности. Для, ну, подбирать для монстра какой-то свой способ уничтожения, да, нейтрализации. Но так в целом, с виду он такой же, как и седьмой. То есть там ломаешь ящики, собираешь, так же, даже интерфейс такой же. Ну, то есть он реально идентичен. Ну, короче, посмотрим. Не факт, что понравится, но если понравится, это будет очень интересно. Удивительно, на мой вкус. Все в восторге от огромной бабищи этой. А все в восторге от демки, то, что им показывали. Да, все что-то в восторге. А я смотрю на то, что я вижу, что преподносит. Как же её зовут-то? Она Дэ, как-то она... Димитреска или как это? Да, 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 да. Все прям что-то обысываются с неё, но я посмотрю, ну, окей. Там трёхметровая женщина такая большая. Ну, блядь, модельку увеличили, просто растянули, как бы, и в чём ажатом. Ну, все вкусы специфичны, понимаешь? Я понимаю, у нас Ёж, которая любит вот таких больших женщин, она прям... Не то чтобы в восторге, но она прям... Большая женщина. Да. А, я как-то... Не знаю, я посмотрела на неё такая, ну, типа, окей, ладно. Мне нравится поменьше. Вот, опять-таки, возвращаясь к вампирам, и вампиры средней полосы, и вот сейчас Вилаш с вот этой димитреской вампиршей. Я думаю, вы древние существа. Я понимаю, что вас писали обычные кожаные мешки, но всё же, почему вы за столько лет так и не научились есть, сука, правильно? Типа, не размазывав кровь по всему своему хлебалу. Просто ткните большим ногтем или спицей, там, в вену, и поставьте, сука, трубочку. Пейте аккуратно. Типа, я не знаю, мне кажется, это куда более практично, чем постоянно таскать с собой платок, вымазанный в крови. Просто это вот из фильма в фильм, из вселенной в вселенную. Это клише, потому что. Да. Вот эти клише надо убирать, мне кажется. Вот будешь сама создавать игру или фильм, или сериал, или ещё что-нибудь, а ты будешь... Слушай, у меня есть концепция насчёт игр, я сейчас продумываю вселенную. Мало-помалу, но я продумываю. Есть один знакомый, прям вот, больше не скажешь, просто знакомый, который может написать код. Мне нужен человек, который будет, ну, который умеет писать блок-схемы, эти, ну, сценарии в блок-схемах, типа, варианты ответов. Чем больше, тем лучше, и желательно не запутаться. То есть я могу прописать характер персонажей, там, какие-то визуальные штуки и общую концепцию. Но мне нужна история у другого человека, потому что я сама, скорее всего, не вывезу это. Именно разнообразие. Но у меня, прям, есть хороший концепт. Я рассказывать пока не буду, потому что боюсь, что мне его кто-нибудь стырит, кому это надо, но я боюсь. Ну, тем не менее. Ну и правильно. Да. Меньше знаешь, крепче спишь. Ну, на мой вкус, я пытаюсь смотреть не как создатель этой идеи, а как сторонний человек, как игрок, в принципе, критично. Мне, в принципе, я бы, ну, очень нравится. Я бы хотела в такую игру поиграть, если она правильно сделана. Что-то наподобие Бесконечного Лента, но не настолько. А, типа новеллы, что ли, хочешь? А именно с вариантами выбора. Новеллы с вариантами выбора. Может, кстати, не новелл. Я пока с жанром прям очень сильно затрудняюсь. Мне почему-то пришло в голову вот эти новеллы, но из новелл там, скорее всего, будет только эти... Статичные картинки, типа статичные персонажи. Так, а, кстати, про фильм с Ридусом. Три девятки, нет? Нет, нет, я не помню. Я просто сейчас даже по годам особо не вспомню. Я, по-моему, смотрела только до... До 2015 года я вот у него фильмографию смотрела. И дальше уже не особо помню. Ну, вот когда я увлекалась, как раз это примерно 17-й год и был, когда я Walking Dead'ом увлекалась. И прям смотрела... Ты, кстати, его ещё смотришь? Я ждала, пока выйдет 10-й сезон. Сейчас он, по-моему, уже вышел. Надо уточнить этот вопрос. И я сяду смотреть. Да, я буду смотреть. Мне... Я, в принципе, давайте честно. Я изначально этот сериал смотрела из-за Дэрила. Меня не особо интересует... Меня не особо волнует, что там ушли зомби и началась социалка. Там и нытьё какое-то. Это не парит. Я смотрела чисто из-за персонажа. Из-за его развития. Хотя, по факту, у Дэрила нет развития. Давайте честно тоже. Этот персонаж как... Ну, хотя... Но он начинал, в принципе, в первых сезонах как такой... Пошли вы все нахер. Типа, я тут сам со всем справлюсь. А в итоге он сейчас под конец такой ассоциалился. Начал всем помогать и прочее. Ну, вот благо, что они в девятом сезоне его всё-таки выгнали обратно в леса. Типа, он теперь отшельником стал. Упс, спойлер. Но, простите, кому нужен Walking Dead, кроме меня? Ну, может, есть люди, которые хотели бы посмотреть. Ну, давай... Ну, типа, девятый сезон уже вышел. Можно было посмотреть. Десятый, я не знаю, я не спойлерю. Типа, так что... Там сколько уже лет девятому сезону? Два года уже прошло. И с ней год. Ну, мне кажется, десятый сезон тебе понравится. Ммм, интересно. Потому что там интересный подход. У Канг. Единственное... Ну, кстати, да, там же сейчас женщина стала шоураннером. И вот с тех пор, как у них поменялась стилистика титров, стало не так плохо. То есть с Александрией у них было прям такое болото. Мне интересно, как она вот именно сейчас в последних сериях, которые я смотрел, а персонажи взаимодействуют скорее. А если до этого это было как-то, ну, не так интересно, да, то вот в последних сериях мне даже зашло. То есть они там реально делают интересно. Я не знаю, как это объяснить. Это надо просто смотреть, и вы поймете разницу. Как раньше это было, ну, что люди делали, да, там какой-то определенный персонаж, если его пытались раскрыть. И что сейчас они делают, это гораздо интереснее наблюдать, чем до этого. Это просто правильно преподнесли, что ли, правильно отсняли вот эти фрагменты, правильно подобрали кадр, чтобы там или эмоцию передать, или действие какое-то. Вот этого вот не хватало как будто бы в предыдущих сериях. Ну, вот там, видимо, сценаристы и шоураннеры исписались. Хотя вроде все сделано по комиксу, но они как-то сами из себя уже пытались выжить, и такая тегомоль была. Все сделано по комиксу, там, они отклонялись от комикса, но сейчас Канг собирается, ну, пытается максимально придерживаться то, что пропустили по этим, по комиксу. А, ну, слушай. Сейчас вот именно по комиксу идет. То есть они изначально взяли концепцию комикса, они ее начали переделывать, у них начала хорошая идея комиксная скатываться в говнище, и как только они снова начали делать по комиксам, у них все стало хорошо. А? Так, может, тогда не надо было там что-то свое приносить? Да потому что шоураннер другой был, там, этот, как его назвали, я забыл. На него надежды были, были, и потом уже все поняли, что так себе. Так вот, давай, до свидания. Меня на самом деле очень огорчает, что... А Канг пытается восстанавливать это все дело. Да, не знаю, мне личный шип мой, меня очень сильно обижает, в смысле не шип меня обижает, а факт, его, про то, что про него забыли. То есть, в пятом сезоне Дэрила с Бэт как-то очень сильно сдружили, а потом он, типа, хоп, и вообще нахер забыл про ее существование. При том, что вот в девятом сезоне там и Меган с Дэрилом, по-моему, они как раз вспоминали про и Глена, и Хершела. Про всех они вспомнили, такая, а у меня что, была сестра? Такая, а я не помню. Они даже слова не сказали. Да, это, кстати, многие фанаты заметили, я тоже видос смотрел по этому поводу, и реально многие, типа, а что, в смысле? То есть, вот реально, как будто, сука, они даже этого, толстый, темнокожий, это в начале Оуэн, по-моему, или как он? Который во втором сезоне руку порезал об машину, когда там скрывался, помнишь, не помнишь? Ой, честно, уже первый сезон Гиле помню. А, я вспомнил, кажется, ну-ну, ну-ну, да, я пока, кажется, вспомнил. Вот, они там с Хершелом остались дежурить, вроде как, потом они прятались на зомбе, и вот он руку садил. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, я помню. Они даже про него вспомнили, типа, Бэт, эм, как будто не было. Я, я не знаю, просто с этого так выгорело, и хотела даже, на самом деле, закинуть эту херню, но, думаю, ладно, похер, они до этого не вспоминали особо про него. Просто, а зачем мы тогда вводили эту сюжетную линию, если вы потом ее дальше не... Они вывели Бэт, скорее всего, из-за того, что они не знали, как продолжить эту линию. Эм, ну, типа, они пришли в больницу, они ее спасли, и она самовыпилилась. Упс, простите за спойлер, дохрененной давности, типа, но там все подыхают, так что похер. И когда я там подыхаю, да, это норма. Типа, удивили, блин, нас Игрой Престолов, типа, ну да, ну да. Такой мы его персонажа вынесли раньше. Вот, и я хз, короче, у меня ум. А на остальные смерти мне было, в принципе, вообще на срать. Ну вот, за Хершела было обидно, потому что старичок такой прям хороший был. Правильно я бы сказала. Вот, Бэт была обидна, не помню, Джизус, по-моему, тоже. Он, я не помню, он сдох, не сдох, ну ладно, это, типа, такой спойлер. Но его в Тейл Тейл пере... А, нет, не сдох, если его перевели в Тейл Тейл Игры, значит не сдох. И я очень рада, что Темнокожего с палкой Моргана тоже увели из сериала в игры, потому что он меня бесил немножко. Как мы вообще перешли, блин, к Вулкин Дэд? Я не знаю, как мы перешли. Я просто спросил, смотрела ли ты последний сезон. Вот и всё, тебя понесло. Ну, не всё же вам, гостям, разговаривать. Ну, ты так-то на самом деле большую часть времени говоришь. Но я как бы не против. Я поддерживаю разговоры. Вот, но на самом деле ты можешь прорекламиться сейчас. Минутка продажности мы, пожалуй... Так ты меня и так уже прорекламировала во время этого всего процесса. А ты давай с поставленным голосом можешь... Подписывайтесь на мой канал. Офигеть, я сейчас немножко прохерилась с того, что ты помнишь свою ссылку прям дословно. Нет, я просто... У меня сайт открытый. А, ах ты хитрован. Ладно. Ну, на самом деле, да. Будут ссылки на ВК, твою группу, если она ещё жива. На твой Дискорд надо? Конечно. Да, без разницы. Ну, короче, в любом случае, я оставлю ссылки на ВК, как минимум на Твич, на Ютюб, на твои. На любом из вот этих ресурсов вы найдёте Дискорд, скорее всего. Потому что там всё... Конечно. Как говорил Оксимирон, всё переплетено. Всё переплетено. Именно. Ну, а что? У нас прошёл уже практически час. Мы, наверное, будем закругляться. Мы поговорили, по-моему, обо всём, о чём я хотела. В отличие от прошлого выпуска, где мы не поговорили ни о чём из того, что я хотела. То здесь мы даже немножечко лишку взяли. Лишние темы. Ну, вот видишь, как удобно. Да, приходите к Сане на стримы, донатьте ему. Раз вы мне не донатите, то хотя бы ему донатьте. Ой, боже мой. Да. Ну, а чём мы нет? Ты чё меня смущаешь? Не надо. Я тут главный, и я могу себе позволить. Остановимся на этом. По факту, по факту. Давай. Не пойдёшь против тебя. Пожелай что-нибудь нашим слушателям. Желаю вам и вашим близким здоровья, ребят. И берегите себя. Как вы это любите. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok